привет привет друзья вы на канале белый ежик с вами дмитрий мы продолжаем наше расследование с кэти рейн в игрушки кэти рейн и чем дальше мы погружаемся в это дело тем тем все более и более становится понятно что мы можем столкнуться с чем-то потусторонним но никаких же нло не существует и призраков тоже это же не может быть это же все выдумки но те доказательства которые получается у нас собирать открывать говорят об обратном да а где-то кстати фотография где-то фотография которую я или я ее не распечатал с шаровыми молниями мне же никто не поверит никогда ну надо будет распечатать наверное надо наверное будет кстати я прямо сейчас посмотрю может быть она здесь пожалуй я могу расстаться с оригинальной версии снимка ведь у меня теперь есть восстановленное изображение странно когда я на него смотрю светящиеся шары напоминают мне что-то из вчерашнего дня что-то из вчерашнего дня подожди а мне как-то ничего не напоминает фотография странных светящихся шаров похоже снимки сделаны где-то в конвилл вудс сейчас когда я смотрю на них внимательнее они напоминают мне что-то что я подобрала вчера да что ты подобрала вчера логотип с верху кажется знакомым не видел ли я сегодня чего-то ну тоже шарики тоже шарики может местная церковь местные светилы поклоняются этим шаровым молниям богу грома фотография красного цветка какая-то какой-то яркий красный цветок а красному цветку никто не поклоняется возможно это ложная наводка но я никогда не видела цветка похожего на этот может быть выяснив его ареал распространения легче будет найти место где был сделан снимок да и это и это мне сказали люди с развитой дедукцией да в комментариях тоже легче будет найти где это все было но легче мне ли будет сейчас все-таки поработать с этой записью я кстати с ней не работал я просто подумал одни думал думал и подумал да мне нужно что что от меня требуется от меня требуется создать какой-то звуковой ряд да чтобы дочь чарльза как каким-то образом связалась со мной отправить это на автовод ветчики и она мне наверное перезвонит и скажет я хочу с вами поговорить я готова дать вам информацию любую какую вы только пожелаете ну так наверное но опять же мне нужно что мне нужен голос наверное мне нужно что мне голос наверное нужен отца правильно и и чарльз я подумал позвони эрика родила первенца и уже легче это мальчик он выглядит не как его отец послушай я буду подумал может и хотел бы приехать и погостить и как там твой ребенок эти может она хочет взглянуть на нашего ну хорошо я надеюсь что мы скоро увидимся всего тебе хорошего пока я вижу я вижу тебя это конечно пугает но это шутки шутки нашего хакера конечно ну этот голос мне совсем не нужен правильно и петушка голос тоже не нужен мне нужен голос чарльза и что-то нужно создать голосовое сообщение отсюда бы взглянуть вот всего выглядит дай джозеф его ей здравствуй и как эти легче мальчик не сможет мы надеюсь нашего отец первенца погостить подумал позвони пока послушай приехать вот смотри слова все набираются получается все какие хочешь могут набираться нет нам это не подойдет надо вот как-то секунду в секунду кашель прям не дает до сих пор покоя сейчас подумал позвони пока послушай приехать ребенок рейн родила скоро там твой тебе тут увидимся уже хорошо хорошо хотел хочет чарльз что эрика это я вот вот смотри голос чарльза здравствуй эрика это я твой папа отец это я отец позвони 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 кэти рейн здравствуй эрика это я вот и все позвони кэти рейн увидимся вот так можно даже сказать а можно и увидимся и не говорить правильно здравствуй эрика это я позвони кати рейн и все срочно нету тут срочно скоро там твой тебе тут и увидимся уже хорошего хорошо хотел хочет ну например обработка сообщения можно это сделать нужно сделать так чтобы адресат понял кто именно говорит этим голосом ну ну так это голос чарльза здравствуй эрика это я позвони кэти рейн что не так нужно сделать так чтобы адресат понял кто именно говорит этим голосом но что не так мне кажется это хорошо мы придумали здравствуй эрика давай эрика позвони блин ну что-то не так что-то не так но мне кажется но это же это же голос его чарльза чарльза что мне еще нужно сделать с ним это эрика это я отец эрика это я отец позвони кэти рейн позвони кэти рейн скоро хотел хочет чарльза ну кто именно говорит да подожди так что это эрика это я чарльз что ли так что ли отец чарльз отец чарльз эрика это я чарльз позвони позвони кэти рейн почти готова еще несколько штрихов вот оно как значит уже мы где-то близко почти готова еще несколько штрихов а то есть ты сама да должно сработать ты сама добавила да здравствуй эрик это твой отец позвони кэти рейн и дай и что она хочет пока вот так молодец молодец я бы конечно не додумался до этого до этих штрихов я эти штрихи еле-еле тут начертил нормализация тембра голоса отлично наш темп темброчек не подходит нормализован обработка завершена в конце добавлен новый сегмент я использую ту же кассету и запишу им измененное сообщение в конце и дай ей что она хочет да и все что хочет отпиши и наше имущество отлично поделан сообщение теперь должно быть в конце оригинальной записи ну отлично слушай хорошо хорошо так что то еще мне требуется что мне нужно сейчас делать мне нужно наверное позвонить подожди если мне нужно позвонить тогда мне нужно выставить наверное диктофон на тот момент а готовая уже готовая хорошо я думал мне нужно приготовить но тогда давай звонить тогда давай звонить дом у айдов вы позвонили эрике уайт оставьте сообщение сейчас мы уже оставим сейчас слушай а мне нужно достать здравствуй эрик это твой папа позвони кэти рейн и дай ей что она хочет пока ну вы позвонили эрике уайт оставьте сообщение после гудка здравствуй эрик это кэти рейд папа случайно не звонил я общалась с вашим отцом он попросил меня связаться с вами и сказал что заранее позвонит вам мой номер пять 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 восемь три пять два до свидания до связи ваша очередь эрик и ваш ход о привет мил дред саммерс и тебе привет агата что как ты да ладно неважно а еще и знаю твой номер социального страхования о боже скоро ты начнешь воровать мою одежду и ходить не выдавая себя за меня сказал что я еще этого не делала окей признаю что это довольно смешно так ладно как все прошло с дэйвом ух просто здорово мне пришлось испортить твой компьютер правда но ты не волнуйся его починили тебе пришлось что сделать ой не напрягайся это сущие пустяки мне нужен был какой-то повод затащить сюда айтишника чтобы украсть его пароль клайда но он такой хороший зачем тебе понадобилось красть его пароль это длинная история до очень длинная история а затем использовалась синтезированный голос мистера уайда чтобы обработать ложное сообщение которое я оставила на ее автоответчики немного нестандартного мышления да это настолько глупо что может и получиться да можешь не стесняться мой компьютер в твоем распоряжении все равно мне надо сделать кое-какую домашнюю работу хорошо не сомневаюсь и нашла все что было на снимке со светящимися шарами но подозреваю что они как-то связаны с тем что я нашла вчера ты хочешь поговорить как-то об этом взгляни на эту брошюру эл ну и что в ней шары заметила что-то необычное да логотип выглядит немного необычно в нем есть три завитка ничего необычного святая троица изображалась в виде трех пересекающихся кругов или фигуры треугольной формы в них есть разница да интересно вот смотри смотри заценика вот это они завораживают похоже на блуждающие огоньки но ты знаешь духе леса глупости какие ли наверняка есть какие-то более рациональное объяснение и нет ничего глупого в лесных духах тебе бы не помешало поговорить с мидоу моей подругой вражей она мне буквально глаза открыла на такие вещи разве христианский долг не призывает тебя считать таких людей как она язычниками это не та мидоу которая состояла в близких отношениях с деревом напротив ее общаги ой да бросина просто проходила такую фазу развития я прошла через все известные науки фазы уже поверь мне среди них точно ничего такого не было а что ты думаешь об этом цветке красивый цветок из какого он семейства без понятия именно это я и хочу выяснить где-то тут у меня есть книжка по ботанике мне посмотреть в ней конечно конечно это было бы здорово эл спасибо всегда пожалуйста посмотри уже смотришь или нет где книжка по ботанике есть секундочку в чем дело я просто не знаю что как как что мне сейчас может попробовать просто выйти давай окидоки давай попробую просто выйти получится у меня нет прямо сейчас мне некуда и да мне нужно мне нужно что-то чего нужно оттолкнуться тогда давай поболтаем как ты думаешь что произошел с моим дедушкой 81 понятия не имею может быть он нашел то что искал или наоборот его нашли ты сейчас цитируешь под заголовок одного из низкосортных романов ужасов возможно а что ты думаешь о человеке по прозвищу петушок ну вот понятно она об этом ничего не знает ну просто ее мнение может быть как-то интересно для нас во важно ну это прозвище заставляет меня думать о ну ты знаешь о некоторых частях тела у мальчиков ну а а а леденцы и петушок на палочке тебе нет нет о некоторых частях и ты называешь себя христианкой интересно что же такого особенного было в лили майерс ну кроме того что она была талантливой художницы утонувший в озере могу поспорить какая-то тайна связана с ее творчеством будем надеяться что у чарльза уэйда есть ответы так что ты думаешь о чарльзе уэйде не знаю судя по той записи на кассете он очень хороший человек но в прессе о нем пишут как о беспощадном бизнесмене ну а акулы бизнеса они такие добрячков там нет этой записи 20 лет возможно он с тех пор изменился может и так а может в обычной жизни он совсем другой человек сложно утверждать наверняка пока с ним не встретишься а что ты думаешь о творчестве лили майерс она его видела сегодня утром я искал информацию не но не нашла никаких упоминаний о том чтобы она была при признаны художницей я сомневаюсь что не были хоть какие-то шансы преуспеть уайтс купил все картины вскоре после того как она утонула но и было 16 лет мне удалось увидеть только одну картину не неплохая но ничего такого чтобы дух захватывала может быть ее творчество сложнее чем кажется на первый взгляд уайт что-то в нем разглядела мы упускаем возможно 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 но нам не о чем больше болтать оки-доки оки-доки подожди оки-доки так а что же нам делать я нашла это старое фото дедом и в доме бабушки хороший снимок у него очень счастливый вид да интересно что заставила вы уйти из авиации он побывал на войне знаешь ли такие вещи накладывают отпечаток на жизнь людей наверное наверное что же делать дальше но электрошокер зажигалки это все ну давай покажем не надо это пока ну не надо не надо диктофон надо не надо это показывать не надо показывать ключ не надо показывать монетку я нашла это у моей бабушки с дедушкой о подожди ты украла деньги у своей бабушки да нет господи нет навевает воспоминания мы с дедушкой играли в эту игру с пенни когда я была ребенком ой значит вы сохранили монету чтобы вспомнить те времена это восхитительно заткнись ну больше ничего нет да и мне здорово помог это программное обеспечение просто улет да настоящий гений а ты где хранишь свои вещи кэдди не прикидывайся будто не знаешь элани прошлый раз провоняли твоими духами оя просто ты знаешь я любопытная вот ты испалилась так ну это все хорошо конечно но что нам нужно делать дальше может надо позвонить или ждать звонка не ловушка уже готова надеюсь она мне ну да она должна сама перезвонить но для этого что-то мы должны сделать только вот что полный бардак как я люблю никуда не пойду крест расписание будильник принтер сканер телефон компьютер компьютеру как-то уже не хочется возвращаться милдред вот умора кэти ой да ладно тебе или ты должна согласиться что милдред смешное имя иногда я не понимаю зачем я вообще дружу с тобой я тоже я ведь такой скотиной бываю макияж зачет все зачет ты забыла про свою кислую мину в состоянии покоя у меня точно не впрочем да что делать дальше даже не думай об этом что уже забыла как нас чуть не выселили прошлый раз но это был чертовски прикольно у тебя самое странное чувство юмора среди всех моих знакомых кэти что будем делать может она все-таки посмотрит мне есть книжка по ботанике но возьми эту книжку может мне что-то в этой брошюрке нужно посмотреть что-то есть И что нам делать? Проверь нижний ряд, не важно. Блин. Напечатанное изображение странных светящихся шаров. Может что-то с чем-то совместить? Вот так? Вау, логотип на церковной брошюре очень похож на эти светящиеся шары. Придется все-таки сходить туда. Ну наконец-то, ну ничего себе. Я думал, что оно не совмещается, оно оказывается совмещается. Все идет как надо, и снимкой с тремя светящимися шарами у меня появляется несколько зацепок. Круто. Могу я чем-нибудь помочь? Конечно, на моей половине комнаты бардак, как всегда. Хм, я имела в виду расследование, глупышка. Думаю, ты могла бы узнать побольше об этих светящихся шарах. Может быть, выясни, где была сделана эта фотография. Я точно знаю, с чего начать. Хорошо, пора сходить поесть, пока сознание не потеряло. Я возьму свои книги и начинаю действовать. Хорошо, скоро увидимся. Ну наконец-то, наконец-то! Ты уже пришла? Привет! Привет! Ну что, есть успехи с поисками? Да, я смогла установить вид этого цветка. Он называется Роза Фалькис. Или Роза Фалькис. Я узнала, что рядом с Конвилл Спринск в 89-м году открыли природный заповедник. Роза Фалькис входит в число растений под угрозой исчезновения. Я сделала фотокопию страницы из книги по ботанике, если она тебе понадобится. Это уже что-то. Надо пойти и проверить. Это возможно получится сузить варианты поиска места, где сделали этот снимок. Точности мои мысли. Вот, пожалуйста, заповедник отмечен на карте. Черт, ты времени не теряла. Ну знаешь, это лучше, чем работа по дому. Бокс. И да, отличная работа, Эллин. Рада помочь. Ой, звонок. Звонят уже. Подожди, я отвечу. Я отвечу быстрей, быстрей, быстрей. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Ну? Алло. Это Эрика Уайт, и я звоню Катерейн. Попалась. Говорите. Мисс Рейн, мне ужасно неловко. Теперь я понимаю, как грубо себя вела. Ну, что делать, ладно. Как-нибудь я сумею простить вас, конечно. Я хотела попросить прощения как-то вам помочь. Нагрубить. Принять. Извинения принимаются. Для начала ответьте на несколько вопросов. Хорошо, согласна. Ну что ж, тогда поехали. Тогда поехали. Какие бы вопросы не были неудобными, да, для нее, но папа сказал. Папа сказал, значит, но он должен ответить. Вы знаете что-нибудь о том, что произошло с моим дедушкой этой ночью в 81-м году? Нет, немного. Знаю только, что это окончательно добило моего отца. Каким образом? Они когда-то были большими друзьями. А на тот момент, когда Джузеф получил травму, они уже давно не общались. Отец все время надеялся, что в один прекрасный день они смогут снова восстановить старые связи. Он все откладывал и откладывал потом, потому что думал, что времени еще есть, но в конце концов этого так и не произошло. А как все было, когда они еще оставались с хорошими друзьями? О, они были не разлей вода, постоянно делились своими военными историями, смеялись. Джузеф даже в каком-то смысле стал для меня как дядя, которого у меня никогда не было. Он проводил с нами много времени, когда отец уезжал в командировки. Похоже, я и вас несколько раз видела, когда вы были еще ребенком. Я ничего об этом не помню. Ну, неудивительно, вы тогда были совсем маленькой. Эрика, я должна спросить, почему во время моего предыдущего звонка вы были такой настороженной? Ой, я не знаю, Кэти. Наши семьи давно уже не общались. Не помню точно, когда это случилось, но наши пути разошлись. Я думаю, что тому причиной было все возрастающее богатство отца. Для дружбы нужны равные условия, а мы начали жить в разных мирах. После того, как что произошло с вашим дедушкой, эти отношения окончательно сошли на нет. Отец не мог видеть его таким ни живым, ни мертвым. А вы знакомы, вам знакомы с прозвищем Петушок? Это может быть позорным сигналом военно-воздушных сил? Не могу сказать, у отца было много друзей в ВВС, но никого под таким именем я не помню. А что вам известно о Лили Майерс? Она была юной художницей, которая жила где-то в Конвилл Спринкс. Насколько я помню, она покончила с собой ужасная история. Но больше я ничего не знаю, мы не были знакомы с этой семьей. А что вы можете сказать о папе? Мой отец выдающийся человек. У него много идей, которые он еще хотел бы реализовать, поэтому особенно больно видеть его таким, как сейчас. А что с ним? Болезнь и все остальное, конечно. Ясно. Да, тяжело вам, наверное. Да, действительно. Хотелось бы, чтобы он не был таким упрямым в том, что касается лечения. Он мог бы выбрать любую самую передовую клинику страны, но настаивает на лечении в этой захолустной больнице в Конвилл Спринкс. Бесплатная клиника в центре города? Да, он как будто сдался и просто ждет неизбежного. Он в больнице, да? А что известно о творчестве Лили Майерс? О, это девочки были извращенные сознания, скажу я вам. У его отца в коллекции было несколько ее картин, ужасные вещи. Я не могла понять, зачем он вообще их купил. Вы говорите, было? Он избавился от картин? Да, или поместил куда-то на хранение. Я их много лет уже не видела, и я не стала спрашивать у него, куда они делись, потому что, честно говоря, была рада от них избавиться. А вы знаете что-нибудь о церкви Святой Троицы? Это единственная церковь в Конвилл Спринкс, меня в ней крестили, и я в ней обвенчалась со своим мужем. Не замечали чего-нибудь необычного? Да нет, нет, по-моему, самая обыкновенная церковь. Так, ну слушайте, ну это все. Хорошо, это все, что было мне нужно. Замечательно. Не стесняйтесь, звоните, если возникнут еще вопросы, пожалуйста, я на все отвечу. Отлично. Уайт в Конвилл Спринкс. Он проходит лечение в клинике. Он проходит лечение в клинике. Это была Эрика Уайт. Ее отец находится на лечении в клинике Конвилл Спринкс. На лечении? Он болен? Похоже на то. Просто чудо, что ему удалось утаить это от пресс. Да, уж полагаю, ты едешь туда поговорить с ним. Завтра займусь этим, сейчас уже очень поздно. Поиграем в Рудит? Вот умница. Я тебя раздавлю. Я тебя раздавлю. Мы играем в Рудит? А где это мы играем? Что-то сегодня с тобой не так? Все в порядке? Ну, где-то в вестибюле, наверное, не знаю. Холли? О, замолчи. Прошлой ночью я почти не спала. О, поздно ложилась спать. Думаешь о дедушке и обо всем остальном. Да нет, сны снятся очень страшно. Не только это. Мне все время снится этот дурной сон. Ну, не совсем сон. Что-то, что произошло наяву. Да? А что же это? Не уверена, что должна тебе рассказывать. Ты можешь мне верить, что бы это ни было. Я обещаю, обсуждать это не буду. Что ж, сама она просилась. Ай, мне было 16, и я была беременна. Беременна? Эрика, наверное, вот так сделала. И может быть. Кто-нибудь нам нужна срочная помощь. Говори, господи, быстрее. Да, у нее, наверное, что-то отпало, отвалилось. У тебя невризма? Продолжай, пожалуйста. Ну, учитывая, что на самом деле у меня нет пятилетнего ребенка, вероятно, сложить два плюс два несложно. Ты сделала аборт? Конечно, сделала. Тоже мне заноза в заднице, но... Эй, нельзя же было мне сохранить эту беременность. Я рада, что ты поделилась со мной, но как бы мне хотелось, чтобы ты этого не делала, Катя? Кто был? Знаешь, ну, этот... Донор? Ты бы его не узнала. Парень, который меня брехатил, одинокая мать ждет своей участи. На самом деле, я не знаю его имени. Хотя по шуринке, наверное, можно было бы всем запросто опознать. Давай так ответить. О, фу. Ну, ладно, извини. Хотя, надо понимать, что ситуация была не очень хорошая с точки зрения отцовства. Я уважаю твое решение, но ты в курсе, как я к этому отношусь? Тот парень наверху, он за жизнь, я с ним. Я это понимаю. Должна сказать, что ты слишком спокойно к этому отнесла сел. Я ждала, что ты схватишь свой крест, перевернешь стол и убежишь, или что-то в таком духе. Знаешь, я не ходячий стереотип. Говорит, ржеволосый ботаник в очках. Ха-ха-ха. Ну, Кэти, если тебе постоянно снится этот кошмар, может быть, стоит с кем-нибудь о нем поговорить? Может быть. Но я сомневаюсь, что зацикленность на этом тоже очень полезна. Твой ход, Эл. Хорошо. Хорошо. А я играю в абрикос. Апельсин. Ура, бинго, 67 очков. Ну, разве это не офигенно? По крайней мере, это не кислый виноград. Этой ночью снова сны. Может, сегодня будет уже полегче, потому что она все-таки поделилась? О, господи. Испорченный приближается не... Пора. Испорченный. Да. Огонь, который горит, очень ярко. Это почти нестерпимо видеть. Он разговаривает с этой картиной? Да неужели? Похоже, яблоко от яблони недалеко падает. Кстати, это бабушкин дом. Бабушкин дом. И здесь картина была у дедушки. Может, тогда мы создадим несколько друзей из плоти? Очень хорошо. Я послежу за порогом. Приснится же. Черт и что приснилось вообще. 27 сентября, 95 день уже третий. Просыпайся, просыпайся. У нас еще впереди много дел. Кэти, вставай давай. Доброе утро, солнышко. Прошу тебя, скажи мне, что все мои вчерашние проигрыши выродят мне проснились. Три раза подряд? Ха-ха, снилось. Никабо мне на мозги, просто пойду и повешусь. Да перестань, надо уметь проигрывать. Какие планы на сегодня? Мистер Уэйд мой план. Мистер Уэйд. В первую очередь отправлюсь прямо в клинику. А заодно загляну в церковь и в природный заповедник. Оки-доки, чем я могу помочь? Продолжая исследовать светящиеся шары, я чувствую, что они ключ к разгадке всего этого. А еще можешь посмотреть, не происходило ли за всю историю Конвилл Спринск чего-нибудь странного. Сейчас же приступаю. Отлично, спасибо, Эл. Кстати, не забудь посмотреть ту страницу о Розе Фалькис, которую я тебе дала. Это очень интересный цветок. Да, точно. Добавлена новая локация. Ух ты. Карта. Между прочим, у нас добавлено округ Конвилла, парон-пик, пик-парон, лес, озеро Конвилл, собственно, анода, Конвилл Спринс, заповедник, авиационная база МакКоннелла. Отпечаток от чашечки кофе или чая. Очень интересно. Очень интересно. Озеро. Может быть, вот здесь где-то и домик тот, где мы были. Так. Фотография страницы из книги с информацией о цветке под названием Роза Фалькис. Вот интересный отрывок. Еще одна интересная особенность Розы Фалькис – это запах, чем-то напоминающий аромат перца. Также известно, что пыльца этого растения вызывает яркие галлюцинации. Яркие галлюцинации. Ну все, дело раскрыто. Все дело в цветках. Все дело в цветках. Вот оттуда все помешательства, наверное, не начались. По этой причине индейские племена собирали эти цветы и курили их. Но в качестве современного легкого наркотика это растение не получило широкого распространения, потому что его сложно выращивать. Вот оно как. Вот оно что. Никаких там НЛО и потусторонних дел нет. Этого всего нет. Дело все в запахе, в перце, в цветке. Но ладно. Следующее, следующее. Следующее расследование уже в следующий раз. На этом мы, наверное, закончим. А в следующий раз нас ждут много чего. И заповедники, и больницы. Много чего интересного. Так что на этом остановимся. Скажу спасибо, что смотрели. И пока-пока. До новых встреч. Пока.